Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Ну то, что есть, так скажем, на данный момент. Да, вы знаете, вот я вчера, практически у меня был выходной, да, я вчера на Лёльку не снимала и подумала о том, что я нашего Лёлика просто, друзья мои, уже позабыла. Вот такое почему-то у меня сложилось впечатление. Ну что ж, как говорится, приступаем к нашим баранам, да. Лёлька вышла, выложила шорт, друзья мои, и у неё очередная просьба, да, обращение Лёльки к своему электорату. Просьба. Просьба, она говорит, вы знаете, мне прописали постельный режим, мне очень нужна ваша поддержка, ну, собственно, да, когда она тебе была не нужна. Я, говорит, старательно писала статьи на Яндекс.Дзене, мои дети старательно снимают ролики на Ютубе, Я, говорит, просто пропаду, если вы не будете читать мои статьи и не будете смотреть ролики от моих детей. Ну что, друзья мои, собственно, снова здорово, как говорится, да, опять с 25. Лёлька, как всегда, что-то просит и что-то требует. Просто так она не может, просто так она не может выйти и пожелать хорошего дня, да, хорошего настроения, да, что-нибудь приятное, так скажем, написать своему электорату, своей подписоте. Нет, ей всегда надо просить. Не важно, что просить, деньги или, там, смотреть по 255 раз, да, лишь бы только просить. Ну что, друзья мои, заглянула я, конечно же, к Лёлечке на Яндекс.Дзен, а там статья «Рискую жизнью ради денег». Вы знаете, когда я начала читать эту статью, я в очередной раз убедилась в том, что у Лёльки не все дома. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Но это, знаете, крыша едет у кого-то не спеша, а у Лёльки крыша уже давным-давно съехала. Лёлька не помнит вообще, что говорила вчера. Вы знаете, я вот просто поражаюсь таким людям, которые могут всегда, знаете, отпереться от тёпленького. Ну да. Начало статьи. Слушайте внимательно, сейчас мы с вами кое-что интересное обязательно обсудим. Почему меня не остановили? Я вообще не должна была там быть, но ехать было надо. Ведь добытчик в моей семье один, и это я. В итоге беременная на 37-й неделе влетела в аварию. Вся жизнь пролетела перед глазами, ревела просто белугой. Слава богу, что никто не пострадал, кроме меня и моей машины. Хотя даже аварии это сложно назвать. Так, наезд на ворота гаража. Друзья мои. Что это было, хочется мне задать, собственно, вопрос. Ну, кто-то, может быть, да, скажет, а что это было? А ведь была же вот эта авария наезд Лёлькой на ворота, на ворота гаража. Да, друзья мои, мы с вами это уже всё обсуждали на прошлой неделе. Да, было у меня много обзоров. Лёлька много раз выходила, рассказывала, как это было и так далее. Сидела, ревела туда-сюда. Потом покажу, не покажу, покажу, не покажу, покажу, не покажу. Потом что-то там показала, некий гараж, машину, да, ну и так скажем, повреждения, значит, на этой машине. Это тоже я всё обсуждала. Кто не смотрел, у кого есть желание, можете зайти и посмотреть мои обзоры. Но, друзья мои, мы также помним, то есть, когда изначально всё это якобы произошло, день в день седьмого, ноль седьмого, в день флэшмоба, Лёлька сразу сказала, я наехала, я попала в аварию, я виновата, я была за рулём. Потом, друзья мои, была череда стримов, плакательных стримов, всё как обычно, всё по Лёлькиному фэн-шую, где на одном из стримов, друзья мои, Лёлька призналась, что ей не хотят выплачивать каска по той простой причине, потому что, потому что за рулём была не она, а дети её в каска не вписаны. То есть, она дала понять, да, то есть, нам она сидела, рассказывала сказке о том, что это она была за рулём, да, изначально. А потом, типа, она пришла такая честная, честная, Лёлька ж такая честная, друзья мои, просто, знаете, пробы негде ставить. Она пришла такая честная в страховую компанию, сказала, да, за рулём была не я, за рулём были мои дети, которые в каска не вписаны, лишайте меня, лишайте меня выплаты по каске. Поберуха, ты уже определись, кто там был за рулём. Я-то своё мнение по этому поводу уже неделю тому назад высказала, да, что за рулём, скорее всего, сидела не она, но дело сейчас не в этом. Ты, блин, сама-то определиться можешь уже, ты можешь уже какую-то последовательную цепочку выстроить. Если ты изначально сидишь, говоришь о том, что виновата я, въехала я, да, за рулём была я, потом ты выходишь на один из плакательных стримов и говоришь о том, что не хотят выплачивать, потому что за рулём были те, кто не вписан в мою страховку. Теперь ты выкладываешь статью на Яндекс.Дзене, где говоришь о том, что, да, наезд был на ворота гаража, слава богу, никто не пострадал, кроме меня и моей машины. Ты нормальная вообще? Ну, просто так вопрос на засыпку, да, у тебя все дома? Я понимаю, что нет, не все, конечно же, да, но это действительно уже попахивает шизофренией. Поберуха, у тебя точно не все дома. Это точно ненормальная ситуация. Ты считаешь, что ли все долбанутые такие же, как и ты, да, то ли я не знаю что. В общем, друзья мои, далее, далее Поберуха пишет. И да, это уже вторая моя история с поломками авто за пару с половиной лет моего вождения. Лёлька, ты забыла сказать, сколько у тебя штрафов за всё это время. Кстати, пишет Лёлька, интересно, я ещё считаюсь новичком в мире водителей или нет? Далее. Далее она начинает писать. Я не без удовольствия прочитала более двухсот комментариев своих подписчиков. Среди многих на глаза мне попался один из более популярных о том, что мне, мол, пора остановиться, что частые роды смертельно опасны и что, если не задумываюсь об этом, то мои дети останутся сиротами. Тогда я задумалась, ну, о другом, почему люди, видя, что я рожаю детей почти каждые два года, так переживают об уже рождённых моих детках и их судьбе, но с абсолютным спокойствием наблюдают, как я ежедневно сажусь за руль и езжу на приличные расстояния по разным делам. Лёль, опять вопрос на засыпку, у тебя все дома, с тобой всё хорошо, да? А вот это, ребята, вот это, знаете, вот это заламывание рук, да? Почему люди, видя, что я рожаю почти каждые два года, переживают об уже рождённых моих детках и их судьбе? Лёлька, ты что, ненормальное, что ли? Твои рождённые дети, это уже случилось, это уже рождённые дети, о них никто не переживает, да? Об этом и речи быть не может, чтобы кто-то тебе такое сказал, что вот ты что, ненормальное, зачем ты его родила? Тебе говорят о том, что если тебе уже, да, у тебя было 10 детей, ты рассказывала нам каждый божий день о том, как тебе плохо, и ты шла опять целенаправленно беременеть, об этом шла речь, зачем тебе ещё, когда тебе с этими детьми не справиться, когда здесь огромное количество маленьких детей, которым по сей день нужна твоя любовь, твоя забота, твоё внимание, твоё время. Об этом речь, когда ещё ты даже не забеременела, об этом речь, а не о рождённых детях, а по поводу того, что почему никто не переживает, как я ежедневно сажусь за руль и езжу на приличные расстояния по разным делам. Поберуха, об этом должны переживать непосредственно ты и члены твоей семьи, твои близкие люди, посторонние люди об этом даже думать не должны. Мы все так или иначе ездим по делам, на дальние расстояния, на короткие расстояния, по работе и на отдых и так далее. Переживать должны об этом ты в первую очередь и твои близкие люди. Далее Лёлька решила развивать эту тему, друзья мои. Логичнее, наверное, было бы предостерегать меня от поездок, потому что шанс умереть за рулём гораздо выше, чем в родах. По этой же логике ни одна мать не должна не только водить машину, но и пользоваться данным видом транспорта. В общем, да, друзья мои, Лёлька рассказывает дальше о статистике, о том, какие ужасные аварии она видела и так далее и тому подобное. От этого, конечно, никто не застрахован. Опять же, тут приводят статистику. Я так понимаю, Лёльке заняться абсолютно нечем. Лучше бы рассказала что-нибудь, да, по существу. Нет. Лёлька будет рассказывать о том, что, вот, говорит, вероятность моей гибели как автомобилиста больше, чем у роженицы в 63 раза. Да. А если бы, говорит, я рожала каждый... И это если бы, говорит, я рожала каждый год, а с учётом того, что я не каждый год рожаю, вопреки мнению моих почитателей, то эту цифру смело можно умножить ещё минимум на 2. То есть риск ниже в 120 раз, пишет Поберуха. В общем, да, тут она там несёт всякий бред по поводу того, что вот там не пользоваться транспортом, не пользоваться машинами. Тут уже какой вред от алкоголя, от, значит, курения, от прочих других моментов. Вы знаете, мне очень понравилось, как она написала, не стоит себе отказывать в рождении детей, если вы этого хотите. Обратите внимание, да, вот на эту фразу. Не стоит себе отказывать в рождении детей, если вы этого хотите. То есть в очередной раз Лёлька продемонстрировала, насколько она эгоистка, да, эгоистка, которой плевать. Хочет там мужчина этого ребёнка, не хочет, да, на минуточку, как бы. Это всё-таки уже обоюдное должно быть согласие мужчины и женщины рожать ребёнка, не рожать ребёнка, да. А Лёлька считает, что раз она вот захотела, значит, надо непременно родить. То есть, знаете, так вот как захотел конфетку, да, или захотел какой-то, я не знаю, любой другой десерт, да, ой, родить. А почему бы, собственно, мне не родить? Я вообще, если честно, не понимаю, зачем рожать, имея уже огромное количество детей и имея детей маленьких, которым нужна твоя помощь, которым нужно твоё внимание и которым ты это внимание не уделяешь, потому что ты без конца ссылаешься на свою занятость. Если ты ссылаешься на занятость, я должна работать, я должна всё делать, да, у меня нет времени заниматься детьми, то зачем рожать ещё одного ребёнка? Просто так, чтобы потешить своё самолюбие? Просто так, потому что остальные дети уже подрастают и надо ещё кого-нибудь засовывать в кадр, да, манипулируя опять же своим очередным ребёнком, мол, посмотрите, как мне нужна ваша помощь? Согласитесь, эгоистично со стороны Лёльки, имея такое количество детей, в том числе и маленьких детей, которым нужна её забота, её любовь и её внимание, которые она им опять же не уделяет, очень эгоистично рожать ещё и ещё, потому что мне хочется. Вот я такого, честно, нигде не слышала. Мне кажется, вот эта фраза, да, характеризует её как нельзя кстати. Не стоит себе отказывать в рождении детей, если вы этого хотите. Знаете, такое впечатление, что женщина говорит про очередное какое-то платье. Не стоит себе отказывать покупать, там, допустим, десятое платье, когда у тебя уже есть девять штук, но вот эта десятое тебе понравилось больше. С такой лёгкостью, да, как будто вот ты родила и на этом всё закончилось. Нет, мы ведь прекрасно понимаем, что ты родила, а дальше начинается всё самое интересное. Надо ребёнку уделять время, да, надо им заниматься. Многие моменты. Но это точно не про лёгку. Она родит и скинет на всех остальных своих детей. Всё. Лёльке даже дела нет абсолютно ни до кого. Далее, друзья мои, в статье лёлька выкладывает свои старые фотографии. Ну, это те фотографии, которым несколько месяцев, где она вот как раз-таки вот совсем недавно была в перинатальном центре. Ну, так, знаете, для вот, для остроты ощущений, чтобы все посмотрели, какая же она бедная, несчастная. Мне, говорит, мне, причём продолжает по сей день, ну, я об этом уже говорила несколько недель назад, но, повторюсь, возможно, для тех, кто не смотрел, да, она же, она же продолжает утверждать и уверять всем, всех, да, что она находится дома. Ну, я уже рассказывала несколько дней тому назад, что, когда лёлька выкладывала свою очередную лепёшку в телеге, друзья мои, она сама себя сдала с потрохами. Она, чтобы её никто не видел, где она там находится, уже прям буквально себе на лицо положила, значит, камеру, начала себя снимать, чтобы вокруг неё не было ничегошеньки видно, но её сдали, сдал шум за окном. Там как раз-таки было такое, знаете, очень-очень активное движение транспортных средств. Сразу стало понятно, что, конечно же, лёлька находится не в туровке. Опять же, я это рассказывала. Сразу же, по горячим следам я это всё дело обсуждала. Друзья мои, вот даже здесь лёлька соврала. То есть, это тот человек, который врет на постоянной основе своим зрителям. Хотя, казалось бы, чего тебе стоило выйти, да, и сказать о том, что где ты, что с тобой, да, куда ты уехала, друзья мои, да. Я тогда ещё прикалывалась, сказав о том, что лёлька, возможно, уехала куда-нибудь отдыхать. Ну, да. А почему бы и нет? Лёлька у нас любит такие вылазки вместе с Шуриком. Шурика, правда, потом показали в телеге. Но, опять же, кто его знает, а где они находятся вместе. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. И, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok